Офигеть, прям ровно в девятнадцать вышло. Офигеть! Прям ровно в девятнадцать на ноль я в эфире. Я сегодня бью просто все рекорды и выхожу прям ровно в то время, в которое я планировала выйти. Обалдеть. Просто... Что-то необычное. Так, что-то я хотела сделать. Угу. Сеобщество. Угу. Ну, что-то... Офигеть. Офигеть. И... Офигеть. 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 Заставить. Угу. И... 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 Ланинка. Вот так. И... Вот. Так. Хай-хай всем хай. Хай-хай. Хай-хай. И... В общем появилась такая идея. Не знаю насколько она прокачит или нет. Если не получится, чтобы было достаточное количество подписчиков. Привет, пруха. Хе-хе-хе. Сто лет, сто зим. Как дела? Короче появилась такая идея. Ой. По поводу канала в Телеграме. Вот. А че я на русском не написала? Контакт сэм. Сейчас секунду. Ха-ха. что такое чем не переходит по ссылке вот а переходе да значит вот это мы удаляем все вроде да так как я не знаю как я честно у меня не было канала в телеграме я только сегодня его создала вот причины тому скажу честно это то что мне нужны деньги я не знаю как мне нужно закрыть эти кредиты которые мне повисли они очень сильно давят на меня и я думала как заработать денег и пришла в голову хотя мне не пришла мне просто спросили если у меня канал в телеграме типа может быть кто-то и создал под моим именем телеграм-канал я говорю нет у меня нету телеграм-канала вот и сейчас я такая думаю я вообще даже не знала как создается телеграм-канал я сегодня разбиралась разбиралась еще не до конца разобралась я так поняла что там есть закрытый чат и туда я могу добавлять людей в этот закрытый чат я подумала сделать этот закрытый чат платный вот чем я могу привлечь туда подписчиков ну я думаю что я там буду активно сидеть общаться не только вот так вот я тем более здесь практически всех игнорирую иностранцев там я не думаю что будет так много людей потому что чат будет платный 3000 в месяц пока что но я думаю что если если получится если будет подписчиков много то цена будет скорее всего увеличена вот в дальнейшем посмотрим может быть и нет зависимости от того насколько пойдет я думаю что я туда буду выкладывать я буду общаться с каждым вот если это будут иностранцы я буду переводить то что они пишут и отвечать им вот и я там буду более активно сидеть в плане я буду кидать всякие сэлфи что я делаю куда я иду короче потому что телефон не всегда под рукой а ноутбук в эфир я выхожу сейчас довольно таки редко вот в эфире также я буду сидеть все будет также на ютюбе вот просто я решила немножко разнообразить и конечно же заработать денег попытаться валентин из дэй пиши я жду чтоб сеть вот такие вот дела если не будет тупичиков который проплатит естественно потому что сейчас на меня просто подписались два человека но они наверное не поняли вообще весь прикол а уже один чувак в это отписался потому что понял что платить не хочет и вообще тот который какой-то михаил подписался но видимо просто хотел халяву потому что никто ничего не проплачивает собственно как многие блогеры естественно какие-то знаменитые хотя у меня уже 30 тысяч кстати ты подписчиков у меня тоже у меня меня куча фейков меня вообще не там скидывают то вконтакте какой-то фейк там и трансляции судя потом потому как меня копирует я наверно уже какая-то публичная личность по крайней мере вот такой сфере поэтому имею право пройти за эти деньги так я хотела включить да один же понял что не тогда ну если не попрет вот туда удалю этот канал и мне даже его не будет его плю вообще потому что насколько я знаю для ютюба это очень много потому что есть какие-то блоги очень довольно таки интересные ты заходишь на них и у них там 2000 подписчиков там я не знаю насколько у меня аудитория настоящее но кстати проходила сообщение о том что типа ближайшее время число подписчиков будет уменьшена а кстати уже ушло ушло эти сообщения нету значит у меня настоящие подписчики у меня короче высвечивалось что в ближайшее время будет может число подписчиков уменьшено потому что все типа фейковые каналы будут удалены вот но видимо у меня не фейковые каналы либо либо еще пересмотрится сейчас уже убрали это сообщение раньше не высвечивалось бесплатная музыка да ладно что то что то со словами надо добавить сразу точно ли она бесплатная чем еще найдем нормальную музыку а толку того что ты подписался этот канал телеграм он платный тебя члену зовут что ли ты подписался под ником лена почему лену привет игорь а вот тоже все валитина с дэй или как шифруешь затем насчет телеграма канала подписываться просто так не имеет смысла потому что я там буду только в закрытом чате только для людей которые проплатили вот ребятки еще раз вот номер моей карты сейчас в розыске что ли буду выкладывать там всякие салфа чинин там фочки может быть какие-нибудь коротенькие видео там типа что я делаю посмотрим ну посмотрим говорю если не зайдет то тюмыш леденький самое главное это дороже моего кота сейчас непонятно на гормончиках он мне не предназначен передо не загоним вот вот с моим здоровьем ничего не понятно вообще завтра хотела поехать анализ задать но не знаю идем мы с ледки кашляет она кашляет я думаю астма вот ну непонятно я ему колола принесла он но правда маленькую дозу нет не подрос вот и опять начал кашлять хотя поначалу было лучше сейчас мы дозу предназолона увеличили через три дня будем смотреть и буду звонить врачу вот честно мне уже все равно астма это или нет пусть даже если астма для меня главное уже понять что с ним и начать лечение да я сейчас очень редко выхожу выходила потому что были проблемы с котом два раза ему там делали наркоз выкачивали мочу у него мочками на болезнь потом собираюсь сделать операцию операцию отменили сейчас я ему даю лекарства вот потом еще с этой астмой непонятно ездила в клинику он по ночам он все время просыпается кашляет ходит в туалет сбился у него режим то он там утром доходил в туалет ночью спал а это там в три часа ночи он может там начать кашлять в туалет ходить и естественно он ходит там по большому да и мне нужно это убрать иначе будет там вонять вот поэтому я все время встаю по ночам то уберу лоток то он там пописит я опять иду убирать лоток а так как сейчас зима то мне приходится сначала одеть теплые вещи включить там ночник идти это все убирать уже короче сон вот так вот и в итоге я кое-как начинаю засыпать то он опять начинает кашлять короче это все продолжается непонятно до скольки и короче в итоге я сейчас все время занавешиваю шторы и сплю до самого победного часов до двенадцати потом я просыпаюсь просто никакая вялая в итоге я завтракаю часа в два примерно сегодня еще около трех позавтракала вот так вот все сбилось у меня никак не могу восстановить режим поэтому в эфир я не выхожу потому что тупо и не в состоянии и мне некогда было все эти дни и настроения не было то у меня кот кашляет то мне нужно было ему там два-три раза в день лекарства давать ну короче все вот так наперекосяк пошло я уже не говорю там ни про какие не тренировки ничего там на себя вообще забила вот надеюсь что скоро все восстановится какие валентинки ничего не получила я сейчас понимаю то что я очень сильно обляпалась в плане материального в плане того что я не могу никак закрыть кредит который я 70 тысяч брала и никак не могу закрыть кредитку на 2 тысячи я постоянно пополняю я постоянно полностью трачу и я никак не могу выйти из этого минуса вот и я уже не знаю что делать в мыслях у меня продать технику фотоаппарат но как только я беру его в руки и начинаю что-то фотографировать я понимаю то что у меня есть определенный талант и это такая аппаратура дорогая и я так долго к этому шла и зачем-то удалила не успела прочитать и что хотела сказать короче не готова я взять и и распрощаться с этим потому что вдруг я захочу пофотографировать что допустим там был у брата день рождения я хотела его пофоткать но в итоге я не поехала в Краснодар из-за того что мы собирались сделать коту операцию вот может быть я захочу кого-то пофотографировать я знаю что я очень талантливая в этом плане и если я продам эту технику я ее продам в два раза дешевле чем я ее покупаю вот поэтому я пока не готова с ней распроститься и я сейчас ищу пути решения как мне заработать денег чтобы покрыть эти кредиты и не быть никому ничем должна вот еще телеграм-канал не знаю пойдет не пойдет будут люди вы понимаете тут просто никто не хочет вкладываться все хотят чего не хотят не знаю что не хотят только вот это наверное дорого ну а нею а нею нею она Филя, ты сейчас налижешься и опять кашельку начнёшь. Так, а что у нас тут? А, кстати. Кстати, как вы, моя новая майка? С котами. Почему вы не заметили мою шикарную майку с котами? Как это сделать с Украины? Я не знаю. Ребята, пожалуйста, погуглите сами. Мне задают такие вопросы, как это сделать. Я не знаю. Я ещё не владею так интернетом, чтобы... Я вот честно не знаю, как отправить с Украины в Россию деньги. Я не знаю. Давайте загугнем. Как отправить деньги из Украины в Россию. Спейсинт. Становить перевоз с Украины в Россию быстро и безопасно. Перевезти деньги из Украины в Россию на карту Сбербанка. Через PayPal, по-моему, можно как-то, да? Я не знаю, но не граню. Свифт, что за свифт? А чё с Попалом, кто знает, заблокирована на 10 лет? Ну и что, что гривни, мне в долларах же отправляют, а приходят мне в рубли. Не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 так 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 ну что я могу сказать придумай что-нибудь другого так 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Доброе утро! 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 Так, Фолик, Денис. Так, что я пропустила? Ну что там у тебя, Женя? Давай бухти уже. А чего рассказывать? Нечего рассказывать. Думаю, как денег заработать. Чтоб присоединиться к Телеграмму, нужно заплатить три тысяч. Походу, это идея порвания. Блин. Да, Олег. Да я, видишь, непонятно где. В своих мыслях. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Короче, ничего неинтересного. С Телеграмм? Ну, нет так нет. Да? Если не получается с Телегой, блин, хочется чего-нибудь вкусненького. Блин, я же даже ещё не ужинала. А уже восемь часов. Да я... Всё, отстань. Я очень красивая. Спасибо. Я не знаю, как мне заработать бабля. Может потому что они не понимают меня, что я в них хочу. Что мне надо от них? Мне нужно максимально быстро погасить кредит. Чё, конечно, как он утренит? Низучка. Очень дорого стоит его еда. Огонь, скажи. Байка, огонь. Ну, хоть Денис в своей цели. А то другие начали писать только тогда, когда я уже спросила. Зачка, вот честно, я с тобой поделилась. У меня тут вон соли, а котлеты лишние. Ну, как лишние. Но... Нельзя ведь. Нельзя. Никак. Нельзя. Я, конечно, уже перебила аппетит. Непонятна тема. У тебя будет свежий корм. Нет. У тебя крутая. У тебя нет. Ничего, я не бойче встала. Да, на телеграмм, yes, yes, но всё же просто и понятно. Да, нет? Вот эти сообщения замечали, которые идут на славу. А чё, они типа удаляются, да? Ну да. В Дубае у меня никогда не было закрыть. Сегодня поставила кашу дорогую киноа и спалила её. Да, пастрюля до сих пор замачивает. Блин. Ну вот. Чорекс. Говорю про телеграмм. Так, вот этого чувака я блокирую, потому что он заблокировать. Начинает меня надоедать. По словам приглашаю. Ясно. Я прям взяла и поехала. Такие простые дули. Как три кота. У вас есть такие дурачки? Я не знаю. У вас есть такие дурачки? Денис, ну не боришься за свою пятую точку? Ну и пыль. Пробишь? Да. Поможешь, надо снять тему. Ты не русский уже. Ты же белорус. Я не знаю, что это не يع. Ты не русский уже. Если честно, я не сильна в этом, поэтому не убирайся на нём. Деньги нет, поэтому я не могу всё взять. Продолжение следует... Продолжение следует... Звучит музыка... Вот, сухой корень. Я видел, что русского в тебе мало. Слышу. 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 Угу. В теме не обязательно только деньги. Угу. 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 Кстати, я думаю, он мне закрыл всё. Нет, не ходила на байные танцы. Как дела? Плохо. Никто не хочет вступать в Телеграм, как я. Посмотрим, если завтра не будет никаких изменений. Удаливаю ванночку. Хотя, может, не встать торопиться? Денис, как ты думаешь, где я отстаю? Так. 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 Редактор субтитров А.Семкин Что потерпеть? Насчёт телеграмма канала. Плохая идея. Плохая идея. Плохая идея. У меня уже вкусовые рецепторы полностью поменялись. Вот с 2019 года как изменилось моё питание. И вот уже где-то 4 месяца я пью ВАДы 5HCP. Депрессия. Прилодная антидепрессия. Серитамин. И мне уже не хочется так сладкого. И вот, короче, вчера настроения не было. Я пошла купила два маленьких кусочка тортика в панчо. Мне было вообще невкусно. Вообще. И вот настолько всё поменялось, что я даже не могу смотреть на какую-то жареную еду. И, в принципе, всякие оливьешки меня уже не привлекают. И мне реально вкусно съесть натуральную томатную пасту, нежели так кетчупа пахнуть сахаром. И я, короче, реально начала кайфовать от обычной еды, которая обычному человеку, который не сидит ни на какой диете, может показаться невкусной. А мне реально вкусно. Мне хочется батата реально запечь. Батат. Это сладкий картофель такой оранжевый. Мне очень вкусно лосось кушать с рисом. Мне всё вкусно кушать. Вкусно кушать вот котлетку с морковкой и с радистской тайкой. Денис, у меня знаешь сколько кредитов? На какую сумму? Вляпалась по полной. Теперь не знаю, как вылазить из этой каши. Возьму вся. Во-первых, смотря как его приготовить. Я научилась его вкусно готовить. Во-вторых, может не Ксей любит лосось. Какой ты знаешь. Здоровая еда для рта – это неправда. Лосось – да. Здорово. И всё. Во-первых, если посчитать, сколько вы тратите денег на всякую фигню. Кто-то пошёл там, печеньки купил. Пошёл там, то купил, это купил, шауром купил, там что-то купил, там что-то купил. И везде по мелочи все собрать, то выходит реально на большую сумму. Да, конечно, приготовить что-то такое интересное, там, с маслом авокадо. Авокадо дорогое, там, какие-то, может быть, десерты или ещё что-то. Это дороже, чем купить там обычную муку, но ты же не готовишь это каждый день. Какие-то интересные десерты, там или что-то. Вот то, что я сейчас ем, это реально дёшево. У меня здесь морковка, редька-дайка, редька такая белая с луком. Я это всё порезала, в мультиварку кинула, у меня получилось, как такое, гуляш или что-нибудь называется. Морковка, редька-дайка, лук и котлеты из индейки у меня сделаны в мультиварке. Что здесь дорогого? Ничего, зато полезно. Ну, как полезно, по крайней мере, не вредно. А за сось можно кушать не каждый день. Его, в принципе, каждый день нельзя кушать. Ну, если ты не купишь там несколько пачек своих сигарет или какой-нибудь хрени, вместо этого купишь большие куски стейка лосося. Ну, как большие. Ну, я не знаю, сколько мужчины едят. Я покупаю средний кусок, допустим, средний такой стейк лосося. Вот. И я его делю на два раза. То есть я могу купить два стейка средних лосося. И мне одного стейка очень много. И я делю напополам. То есть два стейка лосося – это уже на четыре приёма пищи. То есть разделить на два. Вот. Я варю яйцо в смятку, делаю бурый рис. Вот. И вот пополовину от стейка я ем. И то, что я питаюсь два раза в день, мне реально с головой хватает. Вот. За счёт этого экономия. Денис, как поделись мне, пожалуйста, как мне брать кредиты? Я вроде головой всё понимаю. Сейчас. Сейчас раскрою. Я вроде понимаю головой, да, что кредиты нельзя брать. А потом, допустим, у меня нет денег. И я понимаю то, что я сейчас возьму кредит, а потом будут деньги, и я всё погашу. Такая тупорылая логика. Я же сказала, Алексей, меньше 100 рублей не присылать. А то заблокируем. В ДНК мы зайдем в Сберванку онлайн. А там раз кто-то прислал 3000. Вот сейчас реально очень надо. Прям, прям капец, как мне деньги. Прям передать не могу. Сколько нужно брать? Ну, не знаю 20, сколько. Чем я завтракаю? Ну, либо я говорю половинку стейка лосося. Я кушаю с бурым рисом. Яйцо в смятку, если у меня есть. Квашенная капуста у меня закончилась. Квашеную капусту ем. Либо, может быть, не знаю, чем я сейчас заменить. Какой-то салатик. Типа там. Редиска или огурцы. Что-то такое надо придумать. Вот. И замачиваю каждый день орехи. Небольшую горсточку орехов. Грецкий, миндаль, фундук. Я замачиваю на 12 часов. Утром водичку дымаю. Фитиновую кислоту вымываю и кушаю. И плюс съем мандаринки, апельсинки. Чего-нибудь такое из фруктов. Не сильно сладкое. Это у меня такой завтрак-обед. И ужин горько, как сейчас. Какая-нибудь котлета. Либо куриная, либо индейка. Либо что-нибудь из печени куриное. Либо я пока не придумала, что еще. Можно вообще. Какой-нибудь салат сделать. Яйцо туда. Огурчики. Ледисочку. Зеленью по большему. Какой-нибудь. Чего-нибудь короче набахать. И это будет такой ужин. Я на самом деле прям объедаюсь. На дворове в день я. И прям наедаюсь. На еду уходит больше. Потому что. Потому что я дральжира. Я покупаю много всякой фигни. Кто мне захочется там фиников взять. Кто мне захочется. Ну не знаю. Всякую фигню. Много уходит. Как-то денег. Ну не понятно на что. На кота наверное за месяц. За последний. У меня ушло очень много. Очень много. Больше 20 тысяч. Поехали. 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 Чё там и так? Чё там? Чё там? Про кредиты говорит кто-то. Знаете, что этот чувак написал, вот этот МР, может ли он за эти деньги, типа, 50 долларов сделать какую-то работу мне по дому? Это смешно. Немного ли ты хочешь? Вот люди смешные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не знаю, что она делает. У меня очень неактивные подписчики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как это сделать вами активно? В плане где? В плане где надо? Представляете, если бы 30 тысяч подписчиков, скинули по тысяче рублей, это было бы 30 миллионов, да ладно, 30 тысяч поменять на тысячу, 30 миллионов рублей прикиньте, если бы каждый из вас по тысяче мне скинул, мне бы было 30 миллионов. Значит, по сути, если закрыть мои кредиты, все кредиты, да? Это надо разделить, это типа по 4 рубля, что не понимаю, по 5 рублей нужно скинуть 30 тысяч подписчиков, чтобы закрыть мои кредиты? Серьезно? Нет. Угу. Блин, я вам скажу, на такой реально хрени бабы рубят. Фильма секретно смотрелась. Угу. Просто я не продажная тварь, вот серьезно. Я ради денег не буду что-то такое делать, обманывать кого-то. Угу. Она там чешет у меня уши. Угу. Мойbye. Серьезной. Уженая. Заелась. Показывал? Теперь ты припишешь. Все, все. Приберусь. 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 Кто бы мог подумать, да, ребятка, прикиньте, будет сто тысяч, вы пристеляете, если будет реально суточка. Кто верит, поднимите руку в то, что у меня когда-нибудь будет сто тысяч подписчиков. Кто верит в то, что будет сто тысяч? Я не стану заняться больше, просто, наверное, такой ракурс. Вот это, по-моему, самое прикольное. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девочки, не обижайтесь. Будет завтра. И сегодня спалила гастрюлю. Как её теперь отмыть? Мне уж нельзя ставить. Так. Попробуем добавить вот этого средства. Ещё попробую добавить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что ж вы такие? Где я, где я? Давайте хоть одинки. Я чё, это зря вышла в эфир? Или они только мастера сообщений? О, пошло дело. О, пошло дело. Фу. Завоняло. Всё, короче, ребята. Если вы не хотите поддерживать мою канал. Значит, нет. Да. Ага. Только сообщения тупорую кидает. И не говорит DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот они подписываются на этот телеграм-канал. А кто будет сумму вносить? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока! Good night! Good night! Good night! Good night! Good night! Пока-пока! Saido! Всем пока! Скажем пока! Пока! Пока-пока! Продолжение следует...